Здравствуйте! В эфире программа «Город. Новости по-выборски». С вами Людмила Перминова. Смотрите в этом выпуске. Попечительский совет Выборгского замка сверил часы. Новое юридическое лицо Выборгский музей-заповедник официально утвердят до конца мая. Жители улицы Северной испытали шок. Возле дома номер 12 обвалился кирпичный забор прямо на автомобиле. У юнатов прибавление. На станции открылась школа естественных наук, а в живом уголке появились новые обитатели. Курс на благополучие населения. Временно исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко проинформировал о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в Сочи. Главы государства и 47-го региона откровенно поговорили не только о положительных тенденциях, но и о проблемах. Александр Дрозденко рассказал также о том, с какими идеями он идет на досрочные выборы губернатора Ленинградской области. Сегодня для нас очень важно получить доверие населения. Мы хотели бы продолжить реформы, мы хотели бы остаться одним из новаторов в Российской Федерации по изменению федеральных законов, то, что касается жизни каждого субъекта Российской Федерации. Мы видим сегодня поддержку и среди субъектов Северо-Запада, и даже не так давно субъекты Дальнего Востока поддержали несколько наших новаций. Но для этого хотелось бы, конечно, чувствовать еще, что есть не только федеральная поддержка, но и поддержка тех жителей, которые проживают на территории. Наверное, самая главная проблема, о которой я говорил и буду говорить, это чтобы наш неплохой бюджет, хороший бюджет, наши неплохие, стабильные экономические покорители, они все-таки перевернулись в пользу жителей Ленинградской области. С тем, чтобы, когда мы говорим «Успешный регион», мы говорили не только о экономике, не только о бюджете, не только об объемах сельского хозяйства, а о том, что поменялось качество жизни непосредственно тех людей, кто проживает в регионе. Но для этого нужно много работать, мы настроены на работу. Выборский замок под контролем попечителей. Первое заседание, вновь образованного по распоряжению Александра Дрозденко, Попечительского совета Государственного музея прошло в нашем городе. Возглавил совет первый вице-губернатор 47-го региона Константин Патраев. Целью проекта является сохранение, реставрация и благоустройство единственного в России образца скандинавской оборонительной архитектуры Средневековья. Наталья Березовская расскажет подробнее. Первое заседание Попечительского совета Выборгского замка открыл его председатель, первый вице-губернатор Ленинградской области Константин Патраев. Потому, насколько внушительно выглядит список участников совета, можно предположить, будущее музея и тех объектов, которые войдут в комплекс под названием Выборгский музей-заповедник, в надежных руках. Основной задачей Попечителей будет стратегическое комплексное развитие самого музея, а также сохранение замка как неотъемлемой части общемирового исторического и культурного наследия, заявил на встрече Константин Патраев. Важно отметить, что Выборгский замок является федеральным памятником. Средства на реставрационные работы в нем не выделялись на протяжении длительного времени. И вот впервые за долгие годы по инициативе губернатора Александра Юрьевича Дрозденко удалось добиться масштабного финансирования, в том числе за счет средств Министерства культуры и сотрудничества с Международным планками конструкции и развития. Вице-губернатор 47-го региона по социальным вопросам Николай Емельянов подчеркнул в своем выступлении, что работа по преданию Выборгскому замку в совокупности с еще несколькими культурно-историческими объектами нового юридического статуса почти завершена. Он также подчеркнул, что в настоящий момент Комитет по культуре вплотную занят организацией очередных противоаварийных работ в местах недавнего обрушения кладки. Комитетом по культуре выдано задание, оформлено разрешение на проведение первоочередных противоаварийных мероприятий на данных участках. Специализированная литинзированная организация работает, это музейные технологии. Во время совещания несколько раз особо подчеркивалось, что попечительский совет замка должен стать работающим механизмом. Тем более, что положительные примеры в области уже есть. Это созданные и успешно функционирующие советы в Вырице, Каневце, Тихвине. А заведующий отделом славяно-финской археологии Института материальной культуры доктор исторических наук профессор Анатолий Кирпичников, входящий в состав совета, высказал идею привлечь к сотрудничеству специалистов нашего северного соседа в Финляндии. Вице-губернатор Константин Патраев пообещал, что исполнительная власть рассмотрит это предложение. Заместитель директора Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Российской Федерации Вадим Мородян рассказал о том, что разработана новая концепция, предусматривающая крупномасштабные реставрационные работы не только в замке, но и в историческом центре Выборга. Если раньше средства выделялись локально на какой-либо отдельный объект, то сейчас к проблемам сохранения культурного наследия намерены подходить комплексно. Объединение требует и нового административного подхода. Наталья Березовская, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Областной комитет по здравоохранению и Петербургская детская городская больница номер один заключили контракт об оказании услуг по специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи детям из 47-го региона. Общая сумма договора – почти 34 миллиона рублей. По словам председателя комитета по здравоохранению Сергея Валикжанина, оплата производится за счет средств областного бюджета по профилям ожоговая медицина, сердечно-сосудистая хирургия, детская хирургия в период новорожденности и неонатология. Временно исполняющий обязанности губернатор Александр Дрозденко отметил, что эти операции не должны оплачиваться родителями. Их нужно финансировать из бюджета. Средства для этого у нас есть, добавил Дрозденко. Очередное обрушение. У дома номер 12 на улице Северной обвалилась часть кирпичного забора, примыкающего к пристройке. Люди не пострадали. Однако были повреждены три припаркованных иномарки. По словам автовладельцев, теперь машинам необходим дорогостоящий ремонт. Меня разбудил сосед звонком полседьмого. Говорит, что у нас произошла беда. Я посмотрел окно и немножко обалдел, потому что увидел свои машины, которые, скажем так, завалили вот этим мусором кирпичным. Ну и вышел, посмотрел и был шокирован. Будем разбираться, почему это произошло. На месте работали участковые полномоченные полиции и представители управляющей компании по ЖКХ. В Уборском районе произошло жестокое убийство. Трагедия случилась в поселке Песочное. Как сообщает областное следственное управление, тело мужчины с множественными телесными повреждениями обнаружили возле одного из домов. Задержан подозреваемый и 30-летний житель Кингисепа. Ранее он уже был судим за совершение убийства с особой жестокостью. По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый поссорился со своим знакомым и жестоко избил его, несколько раз ударив камнем по голове. В результате потерпевший скончался. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». К другим темам. Зарегистрироваться на едином портале государственных и муниципальных услуг, подать документы на выдачу или замену паспорта, запросить данные Федеральной налоговой службы. Все это можно сделать в Выборгском многофункциональном центре, который был открыт еще летом прошлого года. О деятельности МФЦ Ленинградской области нашим корреспондентам рассказали специалисты. Вероника Когут продолжит. Многие жители Выборга и Выборгского района уже успели оценить работу многофункционального центра, работающего по принципу одного окна. С момента открытия в Выборгский филиал поступило более 130 тысяч обращений. На сегодня в ведомстве организовано 19 окон приема и выдачи документов. В МФЦ предоставляется почти сотня государственных и муниципальных услуг различных ведомств. В конце прошлого года еще один МФЦ был открыт в поселке Рощино. Там специалисты приняли уже более 4 тысяч посетителей. В МФЦ предоставляются услуги Росреестра, кадастровой палаты, Федеральной миграционной службы. Также мы предоставляем услуги Федеральной налоговой службы, в том числе для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Услуги Комитета социальной защиты населения, Пенсионного фонда, Комитета по труду и занятости населения и других ведомств. В поселке Рощино пока предоставляется меньше услуг, но сотрудники проходят обучение, и к концу месяца количество услуг, которые можно будет получить в Рощино, будут те же, что и в городе Выборге. В среднем время ожидания в очереди по наблюдениям специалистов не превышает 15 минут. В Выборге на вокзальной 13 многофункциональный центр работает по удобному графику с 9 часов утра до 9 вечера без перерывов и выходных. Наиболее загруженные дни – это вторник и четверг. Меньше всего посетителей, соответственно, меньше времени ожидания в очереди – это по будням после 18 часов и в воскресенье в течение всего дня. Загруженность отдела Рощино значительно ниже, хотя перечень услуг там практически тот же, что и в городе Выборге. Всего в Ленинградской области открыты 13 многофункциональных центров. За весь прошлый год в них было принято 405 тысяч обращений граждан. В первые 4 месяца 2015-го число обратившихся составило почти 300 тысяч. В числе нововведений – возможность регистрации в МФЦ на единых порталах государственных и муниципальных услуг. С ее помощью заявители могут получить логин и пароль и, не выходя из дома, получить более 100 государственных услуг через интернет. По данным мониторинга, проведенного Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, в прошлом году качество предоставления услуг в МФЦ положительно оценили 93% опрошенных. В планах на 2015-2016 годы расширение сети многофункциональных центров на территории Ленинградской области с увеличением охвата до 90% жителей Ленинградской области. Одним из перспективных направлений развития многофункциональных центров в Ленинградской области является взаимодействие с МФЦ Санкт-Петербурга. Таким образом, жители Ленинградской области смогут получать государственные и муниципальные услуги в МФЦ Санкт-Петербурге, а петербургцы – в областных МФЦ. В ближайшее время в области будут открыты еще четыре центра, в том числе в городе Светогорске. Ознакомиться с полным перечнем услуг можно на официальном сайте многофункционального центра Ленинградской области. Дополнительную информацию вы можете получить и в консультационном центре. Звонок бесплатный. Вероника Когут, Андрей Неровов, Медиагруппа «Наш город». Чуть меньше двух недель остается до первого единого государственного экзамена, который предстоит сдавать нынешним выпускникам. 25 мая конверты с заданиями откроют для тех, кто будет проходить испытания по литературе и географии. О том, как снять предэкзаменационный стресс и какие способы можно использовать, чтобы успокоиться во время испытания в материале Натальи Березовской. Что бы мы ни думали о ЕГЭ, он есть и к нему нужно готовиться. Поэтому сегодня мы дадим слово специалистам в области психологии, которые расскажут, как справиться с волнением. Во-первых, ребенок для себя должен определить, кто он вообще, сова или жаворонок. То есть и готовиться со своими биологическими ритмами. Новый материал изучать тогда, когда он чувствует себя бодро. То есть это может быть и раннее утро, это может быть и поздний вечер. А повторение материала именно в те часы, в которые нет такой активности. Второй момент. То есть очень важно изучать материал небольшими порциями. Потому что когда мы изучаем очень большой объем информации, то у нас вызывает это в голове хаос и беспорядок. И в результате мы потом не можем вспомнить материал. Третий очень важный момент. Это, конечно, важно чередовать режим подготовки и отдыха. То есть отдых играет очень немаловажную роль. И 40 минут мы готовимся, 10 минут отдыхаем. И, конечно, нужно обязательно думать о полноценном отдыхе в тот же выходной какой-то. Или, допустим, оставить какой-то день чисто для отдыха. Большинство школьников накануне ЕГЭ совершают одну распространенную ошибку. Пытаясь в последний день заполнить свой мозг максимумом новой информации. Однако психологи уверены, что за день до экзамена опять-таки лучше всего отдохнуть и расслабиться. И еще один важный момент следует учитывать при подготовке к экзаменам. Правильное питание. Во время подготовки к экзаменам очень важно есть продукты, содержащие омега-кислоты. То есть жирные продукты. Творог, рыба, сухофрукты, просто свежие фрукты, йогурты, сыры. Если мы говорим конкретно о времени перед экзаменом, то на ночь лучше съесть что-то из крахмальных продуктов. Это, например, рис, макароны, картофель, хлеб, который помогает лучше выспаться ребенку. Если мы говорим перед тем, как ребенок пошел на экзамен, именно утреннее время, то лучше позавтракать. Это фасоль может быть, это могут быть яйца, это могут быть грибы. Во время подготовки к экзамену лучше отказаться от газированных напитков. Это очень важно, потому что в газированных напитках присутствует углекислый газ, который совершенно не обогащает наш мозг кислородом. И родителям не стоит бояться того, что ребенок стал есть больше. От интенсивной работы мозга лишние калории сожгутся. И вообще, степень предэкзаменационного стресса во многом зависит от отношения к ЕГЭ мам и пап. Поэтому совет психологов – не нагнетать обстановку и постараться вообще не вспоминать об экзамене накануне испытания. Задача родителя как раз, вот помощь родителя заключается в том, чтобы помочь ребенку определить, какие у него есть сильные стороны, сильные черты характера, на которые он может опираться во время подготовки и сдачи к экзамену. Потому что это поможет ему поверить в себя. Ну а на самом экзамене стоит начать с легких для тебя заданий, оставляя время на то, чтобы подумать над трудными. И обязательно давать мозгу отдых на несколько минут. При правильной расстановке сил мы уверены – у вас все получится. Наталья Березовская, Иван Лопатко, медиагруппа «Наш город». В Выборге открылась школа естественных наук. Обучение начинающих экологов проходит на станции юных натуралистов. На первых занятиях, которые состоялись накануне, побывала наша съемочная группа. Формированием интереса к эколого-биологическим наукам у школьников сотрудники станции юных натуралистов занимались и прежде. Но теперь обучение детей станет проводиться более углубленно и систематически. С этой целью и была открыта школа естественных наук. Первыми ее слушателями стали учащиеся 5-6 классов из 11-й гимназии, школ номер 8, 10, 12. Поскольку количество желающих ближе познакомиться с природой было велико, педагогам пришлось проводить предварительный отбор среди ребят, которые состоят в экологических объединениях, участвуют в тематических конкурсах и конференциях. Так как база у нас не позволяет, так как площадь достаточно маленькая, но в перспективе, конечно же, мы хотим затронуть и базы, и школ, конечно же, а станция должна являться только лишь как участие в практической деятельности, чтобы мы попробовали ближе быть с природой, почувствовать, потрогать, пощупать, посмотреть. Познакомившись друг с другом в ходе шуточных игр и конкурсов, ученики школы естественных наук отправились на первое занятие. Им напомнили о главных заповедях юнатов и рассказали о том, что объединяет станцию юных натуралистов с космической станцией или научной на Северном полюсе. А для чего они создаются? Исследовательские. Исследовательские. А чем мы занимаемся здесь, как вы думаете? Исследовательские. Исследовательские. Что? Экологией. Исследовательские. Природу. Мы занимаемся исследованием природы. И занимаемся не сами по себе взрослые, а это стало для того, чтобы мы занимались вместе со школьниками Выборгой и Выборгского района. Первый день обучения в школе был посвящен земле. Ребята вспомнили, почему и от кого ее следует защищать. Исследовали состав почвы. Для этого они прошли по экологической тропе, взяли пробы земли, чтобы провести простейшие опыты. Сравнили, чем отличается почва вблизи водоема и в отдалении от него. Здесь она достаточно рыхлая, а здесь более темная, влаги больше, естественно, и имеет больше комочков. Второй день занятий в школе естественных наук был посвящен воздуху. А завтра ребята займутся изучением воды. По завершению учебного курса все школьники получат сертификаты, подтверждающие, что они прошли обучение. Этот документ будет важен при составлении ими портфолио. Именно с 5-6 классов нужно уже задумываться о том, какая будет профессия в будущем, чтобы выбрать свой профиль. Так как 10-11 класс – это профильные школы и идет полная профилизация. Конечно же, мы хотим ребятам просто помочь в области. Конечно же, это не факт, что все станут биологами и экологами, но хотя бы просто они узнали, это интересно им или неинтересно. Следующее занятие в школе естественных наук состоится в сентябре. К участию в них планируется пригласить и старшеклассников. Таким образом, станция юных натуралистов станет базой для дополнительного образования в области биологии, географии, химии, экологии. Людмила Перминова, Иван Лопатко, Медиагруппа «Наш город». И в продолжение темы. На станции ЮНАТОВ ведутся масштабные работы по благоустройству территории. Сооружаются малые архитектурные формы, высаживаются цветы. И если на улице растения только набирают силу, в оранжереях их можно увидеть во всей красе. Таким образом, сотрудники учреждения и их добровольные помощники готовятся к старту оздоровительной кампании. 1 июня здесь по традиции начнет работу детский летний лагерь. Его воспитанников непременно порадуют и новые питомцы живого уголка. В их числе южноамериканские ежики, имеющие белокоречневый окрас, но по характеру не отличающиеся от обитателей нашей полосы. У ночных песчанок недавно произошло прибавление в семействе. Эти малыши вряд ли оставят кого-то равнодушными. Шиншилла, кролики, морские свинки и другие обитатели живого уголка по-прежнему мирно соседствуют друг с другом. Отгремели победные салюты. Завершились мероприятия, посвященные 70-летию окончания Великой Отечественной войны. Но память о событиях, которые выпали на долю нашей страны, не должна меркнуть. На фронте солдаты и офицеры не делились по национальному признаку. С фашистами сражались представители самых разных народов, особенно в составе партизанских формирований. Русские, латыши, литовцы, финны и даже немцы шли в атаку плечом к плечу. В память о партизанах-интернационалистах у мемориала «Партизанская слава» в Луге будет установлен 14-й камень, в дополнение к существующим 13-й валунам. Именно столько партизанских бригад сражалось на ленинградской земле. В связи с попытками исказить историю Великой Отечественной войны, переврать ее и как бы попытаться натянуть одеяло победы на себя, или знамя победы перехватить некоторыми государствами, или вообще его уничтожить, затоптать. Наш совет считает принципиально важным как раз подчеркнуть интернациональный характер партизанской войны. Установка памятного камня будет приврочена к 29 июня, Дню партизан и подпольщиков. Мы предлагаем вашему вниманию выступление очередных участников акции «Стихи о войне». Не торопись по улице пройти, Хоть на мгновенье обернись, послушай. Весенний ветер освежает душу, Не прячься от него, не уходи. Земля тепла, топорщица пушком С зелеными макушками травинок И одуванчик свежий и невинный Глядится гордо желтым петушком. Деревья хорошеют на глазах, В начале мая листья распуская, И солнце золотится и играет В намытых окнах, взглядах, орденах. Черемух гроздья светом так полны, Готовятся наряд раскинуть белый. Вот если б только сердце не болело, И в мире вовсе не было б войны. Учила жизнь сама меня, она сказала мне, Когда в огне была броня, И я горела в огне, держись, сказала мне она, И верь в свою звезду, я на земле Всего одна, и я не подведу. Держись, сказала за меня, И люк откинув сам, Я вырывался из тьмы огня И вновь приполз к друзьям. Как детей всем миром спасали. Выставка под таким названием в рамках проекта «Над нами Красный Крест» начала свою работу в Межпоселенческой библиотеке на Рубежной, 18. Фотографии, документы, рисунки, представленные в экспозиции, объединены одной темой и рассказывают о событиях, произошедших с юными жителями Петрограда почти век назад. О затянувшейся на два года поездке в летний лагерь нашему корреспонденту рассказали потомки героев этой истории. События, ставшие главной темой выставки проекта «Над нами Красный Крест», могут послужить сценарием для фильма или сюжетом для захватывающей книги. И особенно ценно, что рассказывают о них внуки и правнуки, когда-то юных петроградцев, которых не бросили на произвол судьбы в лихие годы Гражданской войны. Трое из моих близких родственников, моя бабушка, дедушка и двоюродная бабушка, оказались участницами удивительных событий, которые произошли во время Гражданской войны в 1918-1920 годах, когда почти тысяча петроградских детей, среди которых они были, оказались на каникулах в 1918 году на Урале и оказались отрезанными фронтами Гражданской войны от возможности вернуться домой к началу учебного года в сентябре 1918 года. Дети остались без денег, еды, теплой одежды и почти что без крыши над головой. Новость о мальчишках и девчонках, которые не могут вернуться домой и вынуждены ждать спасения, испытывая голод и холод, очень быстро разлетелось по стране. На помощь пришли сначала местные благотворительные организации, а вскоре и представители американского Красного Креста. Около тысячи петроградцев, чей летний отдых в лагерях Урала и Сибири слишком уж затянулся, были доставлены во Владивосток. И прожили там целый год, до тех пор, пока гуманитарная миссия не получила приказ возвращаться в Соединенные Штаты. Но детей не бросили. Было принято единственное верное на тот момент решение. Ребятишек посадили на японский корабль Юмэ-Мару и через два океана с остановками в Японии, Сан-Франциско, Панамском порту и Нью-Йорке, преодолев вокруг света 36 тысяч километров с востока на запад, вернули в родной город. Огромное количество людей разных национальностей, разных вероисповеданий, абсолютно разных политических пристрастий, тем не менее, они все сошлись на одном, на том, что дети в возрасте, они были примерно от 3 до 18 лет, нуждаются в спасении, если они оказались в тяжелом положении. Вот такая история, которой я уже много лет занимаюсь. Около 10 лет назад Ольга Молкина решила написать книгу об этих событиях. Помощь в сборе информации оказали потомки тех юных петроградцев. В их семьях удалось сохранить фотографии, дневники, рисунки, все, что может рассказать о том кругосветном путешествии вековой давности. А когда материалов оказалось больше, чем ожидалось изначально, родилась идея создать выставку. Сначала экспозиция располагалась в одной из детских библиотек Санкт-Петербурга, а затем отправилась в путешествие по стране. Мы подумали, если проедет эта выставка по библиотекам Петербурга, по школам Петербурга, но вот желающие оказались и в области, мы приехали в Выборг сейчас, то это будет здорово, потому что на сегодняшний день расписание выставки нам известно до марта следующего года. До марта. И еще есть желающие и дальше. То есть примерно месяц выставка проводит в одних стенах, едет дальше. Побывала выставка на Урале, во Владивостоке и даже в Японии. Сегодня организаторы готовы поделиться этой удивительной историей и с жителями нашего города. Я надеюсь, что жители Выборга придут и посмотрят, и познакомятся с этой выставкой. Мы предлагаем ее всем в готовом виде. То есть вы обращайте внимание, это и документы, и фотографии, стендовая информация. Это интерактивные элементы, которые очень важны для ребят. То есть там есть пазлы, карты, которые ребята могут собирать. Там есть магнитная доска, на которой поди еще определи, как же это кругосветное путешествие прошло и состоялось. В межпоселенческой библиотеке экспозиция будет гостить целый месяц. Но уже в середине июня покинет Выборг и продолжит свое путешествие по маршруту юных петроградцев, спасенных всем миром. Александр Телегин, Иван Лопатко, Медиагруппа «Наш город». Иностранные врачи, хореографы, менеджеры, монтеры, техники и представители других 210 профессий смогут стать полноправными россиянами в упрощенном порядке без получения вида нажительства. Список специальностей подготовила Минтруда Российской Федерации. Достаточно не менее трех лет проработать в нашей стране по одной из востребованных на отечественном рынке труда специальностей сдать экзамены на знание русского языка и дать присягу, пообещав соблюдать Конституцию России. Чиновники убеждены, что такие меры стимулируют миграцию в нашу страну молодежи. Официальный курс валют на 15 мая, установленный Центральным банком Российской Федерации, составляет евро 57,14 руб., доллар 50,08 руб. 28-й велопробег по маршруту Выборг-Лапинранта-Выборг стартовал сегодня в городе Воинской Славы. Российскую сторону в этом году представили 25 спортсменов. Это любители велоспорта, представители администрации района и муниципальных организаций, чемпионы Советского Союза и мира прошлых лет. Российскую группу возглавил первый заместитель главы районной администрации Владимир Рожкович. «Самое основное, конечно, это показать и другим, и себе, что действительно физкультура, спорт – это те вещи, которые они просто нужны. Они нужны всем. И вот мы личным примером и детям своим показываем, и населению, что да, вот в Выборге есть люди, есть такие инициативные группы, которые продолжают уже 28-й раз ездить в этот велопробег. Обратно мы возвращаемся вместе с финнами. Я езжу уже, наверное, в шестой или седьмой раз, участвую в велопробеге. Ну и, конечно, общий такой подъем адреналина, чувство локтя, ты чувствуешь товарища, поддержку». В Лапинранде к россиянам присоединятся более ста финских велосипедистов. Делегацию Суоми возглавит мэр Лапинранда Кима Ярва. Участники велопробега возложат цветы к памятнику советским воинам, отдохнут и вернутся в Выборг. «Вообще я уже сбилась со счета, но думаю, не меньше десяти раз я уже участвую. Целый год жду этого мероприятия. И несмотря на погоду, а мы ездили уже и в дождь, и в снег, а вот сегодня сильный ветер, мне это очень нравится, мероприятие. Оно пропагандирует не только здоровый образ жизни, но и дружбу между нашими городами-побратимами, Лапинрандой и Выборгом. И здорово, когда едем 140 человек вместе, вот завтра это случится. Все будут разного цвета. То есть это вообще зрелище замечательное». «Уроженец города Выборга. В Выборге родился здесь. На воле судьбы после распределения сейчас работаю в Сосновом Бару тренером. Но вот каждый год не пропускаю, стараюсь участвовать в велопробеге. Потому что очень хорошо организовано, дружно. Все это мне как-то родное. Ностальгия. Приезжаю. «В этом году впервые. Вообще я просто очень увлекаюсь велосипедом. Люблю на велосипеде покататься. Ну и решил, на самом деле, почему бы и не съездить куда-нибудь подальше уже, кроме как по городу покататься. У меня дед тоже воевал и был награжден за бои. Конечно, его уже с нами нет, но у меня появится возможность его вспомнить». Уже завтра, 15 мая, велосипедисты финишируют на Красной площади. Ориентировочное время прибытия – 14.30. Это все новости на сегодня. Не пропустите в предстоящую субботу, 16 мая, ответы на вопросы, которые вы задавали начальнику Выборгского отдела службы судебных приставов Егору Якименко. Программа выйдет в эфир в 19.30. И участвуйте в конкурсе «Цветущий выборг». Подробности по телефону 2-63-47. А я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. До встречи. В пятницу в Выборге малооблачно, осадков не ожидается. Температура воздуха днем плюс 10-12, ночью от 3 до 5. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. В Петербурге облачно с прояснениями. Сохраняется вероятность дождя. Днем в северной столице 11-13, ночью плюс 4-6. Ветер западный 4-5 метра в секунду. В Лупейнранте без осадков. Днем до плюс 13, ночью 5-6 градусов со знаком плюс. Ветер западный 1-2 метра в секунду. В Хельсинки неустойчивая погода с кратковременными дождями. Днем в столице Финляндии не выше плюс 9, ночью плюс 4-5. Ветер юго-западный 5-6 метров в секунду.